Что касается Войновича, он был назначен командующим Черноморским флотом, Потемкин его назначил. И, между прочим, одна из пристаний в Севастополе называется Графская пристань в народе. Официально она называется Екатеринская, а люди ее зовут Графской. Это как раз в память о графе Войновича. Но когда началась война с турками, то все же действия Войновича были далеко не такими решительными и успешными, как действия Ушакова. Поэтому Потемкин настоял на том, что командующим Черноморского флота назначается наш знаменитый флотоводец и будущий святой Федор Ушаков. А Войновича сняли, одно время он еще в Каспийской флотилии командовал, а затем уже штурманским училищем в конце жизни. Что касается Федхалийхана, ну, у него судьба была яркой. Он стал основателем династии Каджаров. Постепенно он захватывал все больше и больше территорий зендов, город Испахан перешел на его сторону. Когда он взял последний оплот зендов, то, ну, женщины-то они просто в рабство, конечно, отправили. А вот что касается мужчин, то мужчины были или убиты, или ослеплены. Он лично взвешивал глаза людей, сколько там они ослепили. Затем он вторгся в Грузию, разрушил Тбилиси. Что он там творил в Грузии, это просто невообразимо. Тогда, поскольку по Георгиевскому трактату Россия должна была грузин защищать, Екатерина объявила ему войну. И, между прочим, причина это была, конечно, защита Грузии. Но как предлог она использовала еще и то, что вот так с воиновичем поступили. И отправила генерала-лейтенанта Зубова, своего фаворита, который медленно продвигался, разбивая персов, продвигался вперед. Все как бы шло в этом смысле для русской компании нормально. Но в следующем году Екатерина умерла. К власти пришел Павел, который, первое действие Павла, первый указ Павла был, как уничтожить Екатеринославскую губернию. Вообще, ко всем делам своей матери он относился без большой любви, а уж фаворитов ее он просто ненавидел. Поэтому немедленно Зубов вернулся назад, война прекратилась, и Ага Мухаммед Хан задумал снова вернуться в Закавказье, опять, видимо, окончательно там все уничтожить и истребить. Но что окончила его скверную деятельность? Он решил казнить двух своих слуг, но по причине праздника религиозного на день эту казнь отложил. И слуги эти воспользовались праведлением и сами его убили. И так Ага Мухаммед Хан окончил свою жизнь. Теперь, что касается колонии. Русской в Астрабаде. Баскаков, который после Войновича командовал в Каспийской флотиле, пытался что-то сделать, но безуспешно. Он не получил поддержки в своих начинаниях. А вот в середине 19-го уже века этот вопрос снова поднял наш посол в Персии медом. В результате была послана эскадра капитана 1-го ранга Путятина. Это были первые паровые суда на Каспийском море. Они подошли к острову Огурчинский. Так напугали туркмен, что они не только прекратили морские разбои, вернули награбленные, но и разрушили свои лодки. И вот здесь, на острове Евгений, была создана русская военно-морская база. При этом, когда в 1867 году Астраханский военно-морской порт был упразднен, то военно-морской порт перевели в Баку, но большую часть судов Каспийской флотилии перевели сюда в Астрабад. Так что фактически Астрабад был русской колонией, казалось бы, русской морской базой. И еще в энциклопедиях начала XX века мы находим, что там самый богатый, самый лучший дом в Астрабаде – это дом русского консула. Ну, все окончилось с Октябрьской революцией. И если сейчас кто-то услышит слово «Астрабад», я думаю, что один, наверное, из миллиона знает, что когда-то там была русская колония. Редактор субтитров А.Семкин